Ребят, огромный всем привет! Я сейчас нахожусь в Краснодаре, а это значит, что мы с вами идем проверять салон красоты. Так, где мой микрофон? В общем, мои наушники, которые сейчас лежат прямо на груди формы морского узла, активно будут записывать все происходящее, но самое главное, что этот салон находится в моем любимом торговом центре в Краснодаре, и я его, когда здесь жила, посещала несколько раз. Впечатления, в принципе, у меня были приятные, тем интереснее будет, собственно, сделать это для моего канала. Да, я здесь, правда, делала процедуру ухода за волосами, а не макияж, но, в общем, есть где разгуляться. По стоимости макияж, который я хочу здесь, будет стоить в районе двух, двух с половиной тысяч рублей. Это, в целом, чуть-чуть выше среднего по городу, ну, то есть, не какая-то там дешевая бюджетная цена. Сложно вообще, как вы думаете? Нет, я думаю, что не сложно. Цветовая гамма такая не сложная. Ну, выстроить стрелочку. Так, Алена, что с ресничками оставим или как? С ресничками? Да, накрашена. Да, накрашена. Ну, я просто их утром красила, да. Ну, поверх просто, если их наносить, они сухо будут, их либо смывать, либо чуть-чуть обвести поверх. Я просто боюсь, что они долго, ну, тогда, получается, я с ними целый день хожу, если мы их оставляем, то это, скорее всего, будет в ущерб. Так, ну, тогда вам, да, я дам ватные диски, аккуратнее, красами смоете, хорошо? Ну, если так проще, чтобы сама... Ну, я сильно так размажу только больше, ну, конечно, лучше, мне кажется, самой все равно, вот, водичкой мыло там вам самоете. Или не трогать тогда. А как обычно делаете? Ну, обычно стараются без макияжа приходить, либо тем, либо это, ну, даю ватные диски, стираю. Мацинарка тоже ей долго, вот ей трёшь-трёшь, вот эта вот бесконечная. Нет, ну, она хорошо красит, мне нравится. А нет у вас одноразовых аппликаторов? Чтобы, что вы хотели сделать? Ну, для ресниц. Одноразовый клип? Нету? Может, тогда, думаю, это оставить лучше. Сколько зацелет время? Ну, особо я не ограничена, то есть нормально, свободно. Ну, давайте оставим. Остелем. Мне кажется, я просто не очень гигиенично, нет? Когда он все одним-однем. Это можно побрызгать антисептиком и заново начать красить. Вы знаете, я даже не знаю, где их можно приобрести. Ну, возможно, в профессиональном я вот как-то не спрашивала ни разу, я так брызгну антисептиком. Кисточки тоже все пробрызгиваю. Между клиентами, в смысле? Да. Вы можете также посмотреть любой праймер, либо название как базы под макияж, либо сейчас очень можно еще сыворотку тоже наносить. То есть это как бы готовит кожу более гладкому. Наносится всегда таким образом. С носика. Сверху вниз, да? Сверху лобных павиль, вот таким образом. Либо растирается пальчиком сыворотка и такими движениями прощепывающими. Раз у нас будет макияж такой достаточно яркий, я бы, наверное, потом-то надо выполнить. Хорошо, давайте. Потому что расцепится, опять стирание, опять, это вкус лучше вот базы нанесли, просто впитывается. Это массажик? Это просто как бы прибивание, прибивание сюда вот эта база. А, чтобы лучше впиталась? Да, 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 чтобы она не просто поверхность. Это никс, это идет консилер. Да, нанесем сюда, чтобы она не легче была. Также есть корректоры сухие. А это что за баточка? Нет, вот эта. Просто салфетка. А, нет, вот это именно. А, это салфетка, чтобы я вам постоянно, ну, руками не... Руками все равно стирается, как бы тональный крем. Ну, вот когда рисуешь рисунок карандашом, мы всегда тоже подкладываем лист бумаги, чтобы, ну, не было постоянного движения на карандаше. Также и здесь, если у вас тональный, я уже нанесу, да, он пальцами начинается сподетерировать. Режь где-то этот. А для себя? А для себя такой штуку делаете, когда сами все покрасим? Нет, нет. А, это просто для клея. Да, постоянно. Первый раз вижу такое. Да. Это работает с кольцом, а кто-то. Да. Да, из серии отелье. И с подводки разные. А ее каждый раз так разбавлять надо? Все, сахар убрать, сахар убрать. Все кровоем. Просто сейчас, по идее, у меня тональной основы уже нету, а вам все равно привычнее с этой штучкой, да, работать? Именно вот эта кисточка с... Нет, с этим... С кольцом. Да, привычная уже. Это очень интересная. Мне нравится, дорогой, как в лодке. А ничего, что консилер вы тут? Я его теню, а потом... А, пробьете, да? Да. Интересная такая стрелочка прям. Открою лоски. Я сейчас по ней просто выведу контуру. А что за вечер у вас? Семейный. Семейный с родителями. С можем. Вдвоем? Практически, да. Друзья. Попытать забыть у вас? В гости приехали, да. С другого города. Поскольку? Из Москвы. Ааа, ну не так далеко. Пойдите в кафе? Да, вот еще в процессе. Либо домой закажем. Суши. Что-нибудь, да. Да. Плотным корректором сделаем. Более четче. Чтобы брови были более... Да, более четче, да. Красивые, да? Такие вишневые, да? Угу. А у вас часто макияжи снимают? Снимают? Не часто? Угу. Нет, а такое сейчас правило? Почему нет? Откройте. Лучное желание. Вы первая, которая сняла, да? Все-таки вот этот спонжик, он постоянно вот этот спонжик вот тут трется, я уже прям все строю чешу. Убрать неудобно. Ну смотрите, как... Давайте без него попробуем. Прям... Ну он просто так или иначе, он же габаритный, он получается трется. Так вот вы особо бы, может, не касались? Смотрите, сейчас буду без него, если так удобнее, не буду делать. Закрыть арт, закрою, я не буду открыть, что? Бейте блендером не пользуется? А, ну я поняла. Был у меня за пребрестись, сейчас не говорю. Удобно? Да, нормально, да. Он бивает хорошо. Можем зарозовить, и пока просто делаем, сделаем. Сразу видно профессиональную косметику, это что очень плотный пигмент. А, ну да, да. Вот какими-нибудь своими домашними тенями так-то белый не сделаешь. А ты ли вообще плотная? Есть у них красивые из англота пигменты, но я думала, знаешь, пигментов всякие разные. В англоте самые крутые пигменты, но я думала... А, кстати, вот этот вот можно попробовать. Или в отелье очень мощно. Вот такие, бляжькие. Вот эти, кажется, как крупноватые. А у меня такие для маникюра были. Вот на художественной школе мы рисуем композицию. Даже не, композицию, натюрморт с особенно карандашом. Рисуюсь, 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 пока до идеала. Да. Такое бывает состояние идеально? Ну, когда все уже, да? Да, когда все уже, ну да, бывает. У меня серо-голубые, да. Чуть-чуть синих теней на нижнее веко, да? А можно цвет такой? Не синие, а как бирюзовое они, да, такие? Ну, мне кажется, оно с черным смешивается, и почти не видно, что там есть чуть-чуть вот этого си... Смотри, такой цвет. А, это пигмент? Пигмент. Я думаю, знаешь, наверное, так мы его и нанесем. Давайте. Потому что если на крем, это будет плотность, 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 наверное, здесь у меня не было. Там можно было, наверное, быть и жидкого, потому что они так хорошо ложатся. Мне кажется, под рубашку подходит. А он еще такой хамелеонный, он на розовое и фиолет. Поднимай, подними, и мне кажется, вот тут немножко поменьше. Вот, косичок. Мне нужно его исправить, это будет страшно. Вот когда так поднимаешь, вот здесь видишь, ниже есть тело, а здесь выше. Это разница, ну, конечно, нет. Затрашивай, ты подними. Вот так, в дробке, и затрой. Ага, отлично. Так, все. Ура. Можно идти? Нет. Други немножко нужно посередине. Что с ними сделать? Засерить. Засерить брус. Сереньким, потому что рыженький будет выбиваться из киски. Немножко. Он останется цветом чуть-чуть. Ну, как может, типа русские или похолоднее? Он как холодный русский. Получается, как бы не по коже рисуйте, а прорисовывайте свои волоски, да, которые прозрачные. Да, свои волоски. Ну, и немножко вот здесь вот я по коже делаю тоже, да. Ну, я легким движением, не сильным нажатием. Сейчас в моду вошли осветленные дрови. А, да, ну это ж не очень. Их не видно, наверное, да? Просто показываю макияжчик. А что, это финальный для какой кожи? Это для комбинированной. А будем делать все конкурт? Просто некоторые визажисты не любят и не делают. Знаете? А, ну, не, мы немножко скулу выделим. Наносим везде, на губы тоже. Пока везде излить свою очередь, мы нанесем бальзам, чтобы они были мягкие. А что за бальзам? Аделье для губ просто увлажняющие. Вазелин? Типа того, только профессиональный. Профессиональный вазелин. Звучит ображающе. Наносим консидер. Ростуем кукулу. Классо. Так делаем? Прям хорошо и рисуем не поймешь. А если вы так? прям сильно надо чтобы я их увидела хорошее замечание они не втягиваются все равно увижу сколько есть а можно уже не делать или можно не делать вида не будет у меня через какую силу кончика просто белым убедим почему что хотим мы это я мы снимаем потому что хотим все мы с вами квита я снимаю снимать все в плюсе классно получается очень плавная тень так же по темным где мы наносили с румяна прям поверх а это идет хайлайтера прям хайлайтер вот сюда да зачем ну вот мы этим самым выделяем они могут бы она скула вверх мы нанесем более светлый тон улыбаемся когда улыбаемся делаем сразу вот такие вот счетчики и потом мы хорошенечко раз они низко сейчас я раз не стоишь это не минеральные какой-нибудь да это вот секрет и красоты но очень красиво не смотрят туда потом сначала так и потом прям легко легко разносится практически но кожа прям красивая какую помаду выбирать будем розовую а нет 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 ранее вот такой за коричневый да да смотри я предлагаю как сделать так обводить нравится буду или нет но для объема да для объема а я стану я именно что там после клиента а точилка не точься а что это такое это идет мы делали скулы а корректора для губ тоже у вас расчетного да его просто слегка у меня сейчас нужно использовать консилер а можно и для теней и ну давай нюдово да как-то смотрится думаю может быть тут уравновесить да они потому что здесь активно а вот тут вот он беловат мой это трудовой начался до гофрей что ребят вот такой макияж получился мне еще бонусом для того чтобы сделать красивые фотографии для визажиста и салона немножко сделали подобие я не знаю уложенной челки что касается личных моих впечатлений в целом я могу сказать что визажист просто одна из приятнейших девушек у которых я в принципе когда-либо делал макияж во первых потому что она максимально аккуратно работала пару раз например когда накладывали тон у меня было ощущение что это какой-то навык наработанный на асфальтоукладывающем заводе вот или знаете когда снимаю свой асфальт отбойникам таки пупу 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 мне казалось что я сейчас лежу прямо под этим инструментом то есть это было быстро но потому что я ее попросила немного ускориться я думаю так в целом все что она делала на стресс максимально аккуратно и хотя было очевидно что ей даже где-то не очень удобно с камерой работать и как она сказала я вообще первый человек в жизни который снимает макияж но на все дело максимально доброжелательно мягкая вообще за только такой стиль работы потому что мне кажется что в таком случае даже когда виза жизнь что-то делать не идеально ты готов простить все ну во всяком случае такой клиент как я простит любой косяк если вижу что человек доброжелателен старается и и так далее вот я воспринимаю все ее действия тогда с 200 процентным оптимизмом дальше профессиональная косметика вы заметили то есть это палетки ателье не паленый мак там алиэкспресс и так далее так она оригиналы были и в том числе это очень заметно по пигментации были чистые кисточки все киси я прям обратила внимание и знаете видно когда человек увлечен он делает что-то не лишь бы там следующих формально закончить работу и типа отдать тебя счастливая пинка а есть там охоте с еще чуть-чуть добавить еще это еще это станет творческий подход она сама кафот от работы и с таким человеком очень приятно находиться ты сам расслабляешься хочется как-то помочь вместе как вы работаете на результат и она сама любуется своей работой это вообще обалденно пишите как вам макияж обязательно ставьте пальчик вверх я вас целую муах ты сам пока